Летние месяцы для многих школьников ассоциируются с отдыхом под горячим южным солнцем, каникулами и отпусками родителей. Но прежде поработать. Уже не первый год в Ненецком округе реализуется программа летнего трудоустройства подростков. О том, как проводят первые дни каникул на ренмарской школьнике, в сюжете Елизаветы Кабановой. Более 500 подростков планируется трудоустроить этим летом в различные организации Ненецкого автономного округа, в том числе и на селе. В этом году квота для сельских школьников увеличена. В настоящее время на различного рода работы уже вышли более 50 подростков. Участвовать в программе трудоустройства можно при достижении полных 14 лет. Ребята могут быть трудоустроены пособными рабочими, рабочими по благоустройству или архивариусами. При этом в организации, где они трудоустроены, подписывается приказ о зачислении на работу. Их знакомят с должностной инструкцией, обязанностями. Все по-взрослому. Дети в возрасте 14-15 лет работают 12 часов в неделю. 16-летние и 18-летние уже 17,5 часов. По окончании периода работы в организации ребятам выплачивается зарплата. Средства на программу летнего трудоустройства выделяются из окружного бюджета. Для нас очень важно, чтобы они действительно трудились, они числились. Вот очень важный момент. Вопрос не в том, что они где-то будут оформлены и получать заработную плату. Очень важно, чтобы действительно они трудились, они чувствовали, что они нужны, что их труд полезен. Поэтому обращаю на это внимание всех руководителей учреждений, где будут ребята трудоустроены. Кому-то в трудоустройстве помогал центр занятости. А некоторые ребята нашли работу самостоятельно. Например, 17-летний Максим Сергеев вместе со своими друзьями устроились в Ненецкую компанию электросвязи. В данном случае мы сами выбрали. Потому что центр занятости, конечно же, все дети отправляют, пишут заявление. Но в многих случаях это не помогает. И дети просто сами должны искать работу. Ребята трудоустроены в НКС разнорабочими. Первые дни работы они убирали прилегающую к зданию компании территорию. В этом году и наша Ненецкая телерадиоовещательная компания впервые приняла на работу на летний период школьников. За весь летний период здесь будет трудоустроено 6 ребят. По два каждый месяц. Ну вот нас научили так-то смотреть компьютер, в почту заходить, смотреть, что там отправили, потом распечатывать, а потом описывать в тетрадь. А вот сегодня вы чем занимаетесь? Сегодня мы ищем какие-то бумаги 16-го, 17-го года. На самом деле мальчишки разбирают подшивки архивных документов и систематизируют его, расставляя в нужном порядке папки по полкам. Кстати, наш новый юный коллега известен своими спортивными достижениями. В апреле Павел Чупров выиграл чемпионат по боксу Северо-Запада в своей возрастной и весовой категории. А в мае на чемпионате России занял пятое место из более чем 300 боксеров, принявших участие в турнире. После успешного выступления 14-летний боксер из Наринмара был защитен в резерв российской сборной. Многие руководители признаются, что принимая подростков на работу, они также хотят познакомить их с особенностями производства организации, что в будущем поможет сегодняшним детям определиться с профессией, с которой они, может быть, захотят связать свою жизнь.